это понятная политика здравствуйте в мире который так усердно скатывается с мирных рельсов появляется похоже еще один военный блок аукус именно так называется тройственный союз между сша великобритании и австралии новый фокус американцев толкает планету к новой войне хором заговорили эксперты почему сейчас разберемся словно доказывая что в мире не станет спокойнее уже в момент создания альянс провоцировал громкий дипломатический скандал который охватил сразу три континента политические круги парижа кипят из-за односторонних действий джо байдена в стиле трампа австралийского двуличия и традиционного британского вероломства про двуличие переговоры за спинами и предательство по-американски чуть дальше в нашей программе а пока что же такое аукус он создан для сотрудничества этих стран в индо-тихоокеанском регионе сша британия австралия готовится упростить обмен информацией важных технологических сферах среди которых искусственный интеллект кибернетические подводные системы ударные средства большой дальности соглашение готовили в течение полугода официальные формулировки как всегда нужно читать между строк союз трех по официальной информации направлен на укрепление обороны и технологического сотрудничества стран в индо-тихоокеанском регионе на самом же деле говорят о том что военный блок направлен в первую очередь на совместное противостояние россии и растущему влиянию китая россию и китай собираются сдерживать вместе так легче выступить единым фронтом так легче объединить запад удержать власть россии надо понимать что это план противостояния россии и китаю который до выборов президента был объявлен либеральным истеблишментом сша вашингтон уверен пекин готовит там полномасштабную войну ради влияния сша внимание страну другого полушария это конечно почему-то волнует но и здесь лукавство чистой воды разве в азию границ поднебесной нет американской армии и разве там не разбросаны звездно-полосатые базы вот вам короткая справка база пентагона на данный момент располагается сразу в нескольких странах региона австралия новая зеландия однако самый большой контингент по разным данным до 30 тысяч солдат американцы расположили у своих традиционных союзников южной кореи и японии есть целая система базы в тихом океане это в основном аэродромы и пункты подскока места дозаправки то что америка любит лезть в чужие дела история известная но ведь созданием этого альянса они выстрелили в остальных союзников по нато в первую очередь по франции причины 2 вашингтон тем самым сливает североатлантический блок и кидает париж ведь по новому договору австралия отменяет соглашение с пятой республикой на строительство 12 подводных лодок а это 66 миллиардов долларов а это загрузка работы французских судостроителей минимум до 2040 года это конечно предательство соединенных штатами америки франции ведь они не только щелбаны по щечину парижу сделали с этими атомными подводными лодками они же кинули и францию в швейцарию где швейцары заказывали французский самолет и вы знаете что там и макрон отменил визит швейцарию и что начали сам заявление и парламенте французском и так далее усугубляет ситуацию тот факт что именно эммануэль макрон был ярым сторонником включения конберры политические процессы в тихоокеанском регионе а тут такое париж отводил главную роль австралии но американцы и здесь захотели заказывать музыку впереди нас ждет сложная дипломатия отношения с францией переживают непростой период понятно что париж обижен всеми тремя державами из-за расторжения контракта ведь для парижа это был символ более широкого влияния макрона в индо-тихоокеанском регионе франция приветствовала и поощряла австралию как надежного и постоянного партнера а теперь договор разрушен париж впервые за десятилетия даже отозвал послов из вашингтона и конберры настолько политики раздосадованы подобным предательством элисейский дворец напрямую называет это оскорблением и ударом спину я в гневе испытываю большое чувство горечи в связи с разрывом этого контракта так не поступают союзники с другой стороны реакция предельно полярная в самом альянсе его назовут историческим объединением и партнерством нового поколения а джо байден объявляя соглашение назовет австралию и великобританию ближайшим союзником америки неудивительно почему подобный пощечине париж так сильно обиделся это не просто гнев но ощущение настоящего предательства поскольку великобритания сша и австралия вели переговоры за их спиной в течение шести месяцев мне довелось пережить разногласия между европой и сша в 2003 году из-за ирака сейчас ситуация столь же плоха или даже хуже пощечина еще громче если взять во внимание инсайт который слила the times оказывается контуры нового соглашения обсуждали еще в июне на саммите большой семерки который принимал джонсон то есть главные партнеры включая макрона улыбались друг другу на встречах а в это же время специально приглашенный австралийский премьер моррисон вместе с байденом и тем же джонсоном в тайне готовили скандальную сделку предельно цинично на фоне скандала британские сми продолжают потешаться над лидером франции тоже times проиллюстрировала инсайт язвительной надписью скотт моррисон обсуждал оборонную сделку с борисом джонсоном на саммите g7 пока француз был сосредоточен на сосисках как раз в это же время франция и великобритания активно оставили свои позиции в торговых спорах которые получили название сосисочные войны тайна сообразили на троих вот такая партнерская дипломатия или скорее игра без правил еще один штрих французской пощечине и большой геополитической карте по мнению международных обозревателей создание альянса также говорит о том что после brexit сша видит именно великобританию они ес своим ключевым военным союзником следует понимать что вся старая европа вот эти страны которые формировали евросоюз которые были ядром все европейские цивилизации на протяжении последние тысячи лет а они оказываются за бортом нового и можно прямо сказать что это объединение делается и против них то есть острие вот этого а укус она направлена не только против китая но в равной мере и против европы а вот эта сделка с подводными лодками она конечно лакмусовая бумажка такая что ее заметить не заметить невозможно скандальным созданием нового альянса штаты не ограничились пентагон тут же поставил коварную подножку бывшим партнером запретил участникам нового союза сотрудничать с третьими странами и перехватил выгодный контракт на подводные лодки тот самый из-за которого франция недополучит 66 миллиардов долларов согласно новым соглашением австралия получит минимум 8 подводных лодок с британскими и американскими технологиями на борту стоимость нового контракта не разглашается однако реализовать его должны в течение ближайших десяти лет знаете эта история тоже упрямо кричит у сша нет настоящих союзников им нужны и важны только их интересы и даже на совместном выступлении с премьер-министрами австралии великобритании тот же байден говорит странные вещи я хочу прояснить ситуацию мы не говорим про субмарины с атомными боеголовками это подводные лодки с обычным вооружением просто там будут стоять атомные реакторы технология проверенная и безопасная у нас такие на вооружении десятилетия так будут ли субмарины атомными сложно спросить уточнение у человека который даже не может вспомнить имя своего ближайшего союзника то ли действительно настолько все равно то ли американские лидеры правда до конца не понимает что происходит спасибо теперь вы господин президент спасибо борис я хочу поблагодарить того парня внизу большое спасибо приятель ценю это господин премьер-министр вот эти слова байдена возможно всерьез могут воспринимать какие-нибудь извините пьяные бабушки с неоконченным начальным образованием как бы вы не говорили чтобы вы не говорили про атомную подводную лодку она на борту имеет вооружение да могут там стоять стоять крылатые ракеты но кто может проконтролировать будет ли там обычная боеголовка или может быть ядерная боеголовка вот в этом вопрос потому слова байдена это лицемерный лицемерный блеф дальнейшие события стали еще больше нагревать ситуацию пекин резонно возмутился и потребовал объяснений мид китая назвал поступок устаревшим менталитетом холодной войны а посол кнр в лондоне подал заявку на выступление в английском парламенте его в прямом смысле в зал не пустили не нужно быть семь пядей во лбу чтобы понять вся эта история с аукус это даже не про контракты а про попытку оторвать от китая остров тайвань и гонконг это регион сейчас бума растущей экономикой там речь идет не только о китае это индонезия вот вся вот этот малайский архипелаг и вьетнам вот это юго-восточная азия и япония и индия которая бурно развивается она отстает от китая по темпам но там темпы роста огромный гигантский поэтому америка в этом процессе оказывается аутсайдером и она пытается наверстать упущенное стремится войти в этот регион и стать одним из лидеров которые управляют там процессами а острие направлено конечно против китая но не меньшей степени против европы сам факт того что америка выходит из европы подчеркивает показывает что европа больше не центр мира европейский союз в данной ситуации пока ведет себя абсолютно беззубо знал ли вообще брюсселя создание такого альянса судя по официальным заявлениям нет с не был проинформирован об этом проекте об этой инициативе нам нужно будет обсудить это внутри с со странами членами чтобы оценить последствия такого объявления с растерян и в то же время разгневан новый альянс аналитики называют катастрофы для европы его объявления и это еще один серьезный укол случилось за день до доклада жузепа барреля евросоюз в сентябре собирался представить новую стратегию ес в индо тихоокеанском регионе американцы невозмутимо сказали так получилось случайно евросоюзу заявили что ему нечего делать в индо тихоокеанском регионе на закрытой встрече во время генассамблеи оон лидеры ес выразили озабоченность событиями вокруг франции вашингтона потребовали разъяснений на этом все но пока европейские политики растерянно обдумывают дальнейшие действия британский еженедельник спектатор вот как проиллюстрировал новый мировой порядок американский орел британский лев и австралийский кенгуру слились в общий геральдический символ очевидно в восторге от создания новой военной коалиции в самой франции уже звучат предложения последовать примеру шарля де голе и приостановить членство в нато о смерти мозга которого макрон уже заявлял публично к слову новый военный блок уже называют маленьким нато который ставит под угрозу всю систему глобальной безопасности по понятным причинам нато в котором доминируют американцы не вправе открыто выразить недовольство данной сделкой но можно смело утверждать что она является тяжелым ударом и по североатлантическому альянсу также оставшемуся неудел во время ее заключения особенно сейчас когда весь мир обсуждает позорный провол нато в афганистане вопрос о дальнейшей роли этого блока и целесообразности его существования стоит очень остро да действительно в недрах европы европы давно бродит мысль о том чтобы создать евро армию вот эти мысли крамольные для вашингтона они поочередно раздаются вы знаете то с парижа то с берлин то с берлина то с парижа вот это самый страшный сон вашингтона как только будет образована евро армия локальная от нато это значит что мы с вами с радостью придем на похороны нато но этого не допустит никогда соединенные штаты америки такие же выводы сделать нам активнее работать в своих интеграционных структурах союзное государство у дкб яс и шосс где беларусь наблюдатель развивать и укреплять связи дабы вопросы евразийской экономики безопасности определять и решать самим без внешнего управления и западных аппетитов на влияние в регионе вообще ситуация вокруг каукус и тихоокеанского региона снова подтверждает история циклично запад намеренно идет на новую холодную войну смотрите сами у австралии нет и не было атомного оружия в любом виде однако когда случился вьетнам пентагон проводил в стране кенгуру специальные учения по запуску ядерных ракет мол если война их быстро перекинут и используют сейчас ведь то же самое есть атомные подводные лодки но без боеголовок во всяком случае пока заметьте люди говорящие про угрозу со стороны китая россии и белоруссии сами это угрозы представляют тем более что на ядерной кнопки держит палец человек который на завтра может забыть кто у него союзники а кто враги тревожно но такова реальность и таковы факты выводы делать вам счастливо